В этом году выборы мэра будут очень травоядными выборами, это будет, можно назвать, весьма условно. Что лучше, да, выбери два стула. Что значит, как и куда лучше уехать из России, и чтобы налоги собирались. Друзья, всем привет, это Илья Варламов. И сегодня буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задали мне в сообществе на YouTube. Я специально выбрал такой день, когда все должны были спать. Первый выходной майских праздников вас не должно было быть в интернете. Но, видимо, что-то не то. Либо у меня уже очень много подписчиков, потому что вы буквально за несколько часов написали более 300 вопросов. Итак, отвечаю на все подряд, вопросы, которые повторяются, пропускаю. Поехали! Первый вопрос. Вова будет интервью у Юрки Дудя. Да, я не знаю, это вопрос от Дудю задавать, а не мне. Что, если Юрий Дудь меня пригласит, я к нему на интервью пойду. А когда он меня пригласит, это пишите ему, а не мне, я здесь при чем. Пойдешь ли ты 5 мая на митинг? Да, пойду. Что будешь делать с телом Ленина, если станешь мэром? Если я стану мэром, как я и не стану мэром, я буду топить за то, чтобы Ленина отдали в музей, отдали его на исследования. То есть, если тело Ленина интересно ученым, как мумия, и как такой эксперимент по сохранению человеческого тела на протяжении десятков лет. Я за то, что пусть его передадут ученым, пусть они над этим телом проводят дальше опыт и где-нибудь в застенках каких-то лабораторий изучают, что становится человеческим телом. Если последователи, родственники и фанаты Ленина хотят его предать земле, пусть его предадут земле. Я против того, чтобы труп Ленина лежал на Красной площади. Я считаю, что это неуместно и в мавзолее логичнее всего будет открыть музей красного террора, чтобы поставить точку на этой странице истории нашей. Потому что не самые лучшие, на мой взгляд, были времена и до сих пор мы расхлебываем последствия этих лет. Надо ставить какую-то точку и идти дальше. Мне труп Ленина на Красной площади совершенно не нравится. Я за то, чтобы его оттуда убрали. А куда его уберут, это не так важно. Главное, чтобы тот символ с Красной площади исчез. Если у тебя удастся победить на выборах мэра Москвы, то как ты будешь взаимодействовать с федеральным правительством, в частности с Путиным? Твои взгляды на то, что все должно быть устроено в городах, сильно разнятся текущие политики государства? Видишь ли ты потенциального конфликта противоречия? Конфликт, конечно, я вижу. Проблема в том, что вопрос градоустройства, он не принципиальный для федеральной власти. Я не думаю, что там есть какая-то принципиальная позиция. Я не думаю, что Путин крайне против того, чтобы были трамваи. Или вообще ему есть до этого дело. Если ему специалист скажет, что трамвай хорошо, он скажет, что делайте трамвай. Но это вообще не его, он президент, он не должен это решать. Поэтому мы будем делать то, что нужно делать, чтобы город был удобным. А Владимир Владимирович будет делать то, чтобы было мирное небо над головой. И чтобы налоги собирались. Будут ли еще видео политики и околополитики? Конечно, будут. Одна из главных тем моего канала. И будем с вами говорить про политику. Почему ты не сделаешь видеокурс пособия для мэров по правилам благосостояния городов? Друзья, мы сейчас заканчиваем писать книгу «100 советов мэра. Как сделать город удобный для жизни». Эта книга увидит свет уже в этом году. Будет большая презентация этой книги. Будут гастроли по России. Поэтому будет интересно. Сознаете ли вы, Илья, что вас допустят до выборов только, чтобы не допустить реальной борьбы с Яшином, но при этом избежать конкуренции? Слушайте, вот эти сейчас начинаются, кто спойлер, реальные борьбы с Яшином. История с выборами очень простая. На сегодняшний момент есть муниципальный фильтр. Муниципальный фильтр пройти никто, кроме Единой России, не может на выборы мэра. Никто не может пройти муниципальный фильтр. Поэтому любой кандидат, Яшин, Гудков, Варламов, от коммунистов, Митрохин, все равно. Любой кандидат будет вынужден получать подписи от Единой России. Единая Россия будет решать, кто будет спарринг-партнером Собянина. В этой ситуации я на 100% уверен, что никаких острых сценариев, как в прошлый раз, они не допустят. Можно посмотреть на всю последнюю политику, которую ведет у нас Кремль. Можно посмотреть на президентские выборы. Я думаю, рисковать сейчас, в нынешней ситуации они не готовы. Они смотрят на Армению, они смотрят на другие страны. Рисковать они не готовы, каких-то неконтролируемых сценариев они не допустят. Я думаю, история с Навальным, который чуть не сделал второй тур на прошлых выборах мэра, их очень сильно напугала. Поэтому в этом году выборы мэра будут очень травоядными выборами. Это будет, можно назвать, весьма условно. В этой ситуации единственное, что можно сделать, это попытаться хоть как-то донести какие-то наши идеи. Как бы это ни было грустно, несправедливо, но ситуация такая. В свое время мы слили изменения в законодательство. Потому что когда все это дело в насилии, никто не выходил на улицу, никто не протестовал. Всем было окей. Сегодня есть муниципальный фильтр. Муниципальный фильтр, кроме Единой России, никто пройти не может. Я это вам говорю не потому, что да, я сейчас уже вижу, вы там, ааа, ты как Собчак, ты там пытаешься сделать вид, что все уже предрешено. Слушайте, объективно на выборах мэра, это даже они не такие, это выборы вот с такими вот огромными кавычками. Единая Россия будет сидеть прямо вот за таким столом и решать, кто будет спарринг-партнер Сергея Семеновича Собянина. Вот и вся история. А дальше думайте там. Любые политики и не политики, которые сегодня в выборах мэра Москвы участвуют, в том числе и Яшин, они понимают, что это время можно использовать для того, чтобы нарастить свой политический капитал. Поэтому Яшин делает сейчас все возможное, чтобы нарастить свой политический капитал, жирок, собрать сторонников, мобилизовать. Все остальные кандидаты будут это использовать, максимально использовать для себя. Реального боя, к сожалению, я не вижу. Я уверен, меня не допустят, я уверен, Яшина не допустят. Я думаю, они допустят какого-нибудь условного Митрохина Беззубова и каких-нибудь коммунистов, ЛДПР, будут какие-то клоуны изображать альтернативу Собянина. В интервью все время под дождю ты говоришь, что единственный вариант пройти мэрские выборы, пройти муниципальный фильтр. Вариант собрать подписи ты не рассмотришь. Почему, может быть, рассмотреть этот вариант готов за тебя поддержать, помочь? Подписи не имеют отношения к муниципальному фильтру. Нужно сначала собрать подписи или выдвинуться от партии, это первое. Потом пройти муниципальный фильтр. Вне зависимости от того, собрали вы подписи или вас выдвунула какая-то партия, вам нужно пройти муниципальный фильтр. Поэтому этого не удастся избежать никому, и муниципальный фильтр на сегодняшний момент он зубпированный в Единой России. Это плохо, это плохо. Правда ли, что ты будешь баллотироваться в мэра, или это был пранк, и в случае, если это была правда, тебя зарегистрируют оппозиции представить единого лидера, у которого будут неплохие шансы, готов ли ты снять свою конъюнктуру в его пользу? Вау! Я не знаю, друзья, я не знаю, буду ли я баллотироваться в мэры Москвы. На сегодняшний момент я бы хотел баллотироваться в мэры Москвы, и я уверен, что рано или поздно это 100% произойдет. На сегодняшний момент ситуация такая, что выборов нет. И я смотрю на всю эту ситуацию и думаю, стоит в этом принимать честь или не стоит принимать честь? Стоит в этом своеобразном шоу быть каким-то героем? Или пока надо со стороны понаблюдать и подождать своего часа? Рано или поздно я в каких-то выборах, в том числе и в таких крупных, буду принимать участие, у меня есть политические амбиции, но что касается сегодня, еще ситуация непонятна. Поэтому я наблюдаю, смотрю, если будут какие-то реальные шансы что-то сделать, что-то изменить, распространить свои идеи, как я уже сказал, почему бы и нет? Поскольку я не политик, в отличие от других людей, которым нужно на выборы ходить как на работу, у меня нет цели встать прямо перед паровозом с ножом и принять свой последний бой. У меня немножко другие задачи, вы знаете чем я занимаюсь, и если польза какая-то будет, в том числе от моего участия в выборах, то я буду принять участие в выборах. А если будет больше вреда для единых кандидатов от оппозиции, да ради Бога. Какие напутствующие слова ты можешь сказать тем, кто сдает ЕГЭ в этом учебном году, как-то самый точный к этим экзаменам, знаком ли ты с Невзоровым? На одном из последних эфиров на дожде он думал, кого из кандидатов топить, тебя или Яшина, ты в курсе? Что думаешь, так, с Невзоровым я знаком, да, лично, я не видел его эфир, не знаю почему он там решил меня оттопить, про ЕГЭ ничего не думаю. Перечисли, пожалуйста, топ-10 городов по всему миру, в которых удобно жить среднестатистическому человеку. Слушай, опять такой вопрос, всем по-разному, да, если вы приедете в любой город, то там найдутся люди, кто-то вырос, кто этот город любит, и им там будет очень комфортно. Мне комфортно жить в городах Западной Европы, мне комфортно в Америке, мне более-менее комфортно в Японии. Кому-то может быть комфортно в других странах, это вопрос индивидуальный. Самый благополучный район России, неблагополучный, не знаю, самый неблагополучный это перспективный Ставрополь, самый благополучный, ну много хороших районов. Мне нравится в Татарстане, потому что они там со знанием дела сейчас многие города реконструируют и так неплохо развиваются. Мне нравится на севере России, ну понятно, Москва, потому что там много денег. Какие места в Москве вызывает у тебя урбанистический восторг? Мне нравится Парк Горького, мне нравится Зарядье, мне нравятся многие улицы, которые сейчас переделывают. Это вызывает у меня определенный урбанистический восторг. В каком питерском районе лучше всего жить в плане хорошей инфраструктуры и комфортабельности домов? Я не знаю, я бы жил в Петербурге в центре, если есть возможность, живите в центре. Мне очень нравятся центр Петербурга, исторические здания, поэтому я бы снял бы квартиру в каком-нибудь историческом здании. Просто будет маленький чердачок, но атмосфера исторического города, мне в ней комфортно. Илья, добрый день, будут ли еще обзоры новостроек в Санкт-Петербурге? Конечно, будут. Какой самый красивый город в Европе и какая самая красивая страна в целом в Европе? Исландия самая красивая в плане природы, в плане самого города мне очень нравится Амстердам, мне нравится Порту и мне нравится Будапешт. Три, наверное, самых красивых города в Европе. Какой самый убогий город на Дальнем Востоке, не считая Уссурийска, какой самый лучший? Слушайте, на Дальнем Востоке вообще все плохо, в плане именно городов и вот этот контраст потрясающей природы и очень неблагоустроенных городов, не знаю. Меня интересует его мнение по поводу попрошаек с табличками на улицах в транспорте Москвы. Мой друг удивился, когда я дала мелочь одной девушке из ДЦП, которая вошла в Магон метро и просила подаяния. Он сказал, что я поддерживаю пиявку и что это неправильно, так как за ней стоит крыша и она... Твое отношение к попрошайкам, делаешь ли ты подаяния на улице? Конечно, друзья, ни в коем случае нельзя никому подавать на улице. Во-первых, 99% что никакого ДЦП у них нет, это актеры, никто не пустит реально больного человека попрошайничать. Более того, если вы действительно хотите кому-то помочь, обратитесь в специализированные организации. Есть много благотворительных организаций, которые помогают людям, которые столкнулись с проблемами. От бездомных до стариков, больных детей, кого хотите. Есть совершенно замечательный проект, который делает Митя Лешковский, например, «Нужна помощь», которая объединяет многие фонды. Не нужно помогать на улице, не нужно помогать на улице, этим вы только вредите. Если вы реально хотите оказать помощь, если вы реально хотите кому-то помочь, идите в фонды, давайте фонды. Потому что там вы можете быть уверены, что ваши деньги будут потрачены с умом на то, что действительно нужно, что действительно людям поможет. Подавая на улице, скорее всего, вы помогаете какой-нибудь цыганской крыше, которая потом на ваши деньги будет строить дворцы. Также вы еще дальше заталкиваете этих людей, которых используют в качестве попрошаек, чтобы они стояли на улице. Это замкнутый круг. Вы не поможете. Просто ни в коем случае нельзя давать деньги на улице. Вот и все. Я никогда не даю, и если вы видите, что ваши родственники, друзья подают на улице, отговаривайте их это. Хотите помочь, идите в фонды. Идите в фонды, давайте деньги целенаправленно на программы, на лечение тем, кому они нужны. А деньги на улице, это деньги на ветер. Руслан спрашивает. Илья, привет! Мне 23, уже пора валить из этой страны или еще подождать? Руслан. Сложный вопрос, тем более сейчас, после того, как Владимир Владимирович опять выиграл выборы. И после того, как начались очередное закручивание гаек. Многие опасаются, что в ближайший год произойдут какие-то не очень приятные изменения в нашей стране. И люди потихоньку, я смотрю на своих знакомых, кто-то выводит деньги, кто-то себе готовит запасной аэродром в других странах. Я не знаю, лично я валить не собираюсь. В настоящий момент сегодня, 29 апреля 2018 года, я считаю Россию самой комфортной, удобной страной для себя. У меня лично есть критерий, если моей семье, либо мне будет здесь угрожать реальная опасность, физическая опасность. Или может быть какое-то необоснованное уголовное преследование и так далее, то наверное придется уехать. Мне бы это очень не хотелось. Я надеюсь, что ничего такого не случится. Потому что я очень люблю Россию, мне здесь безумно комфортно. И это действительно одна из самых крутых стран на свете. Поэтому рекомендовать тебе валить я точно не буду. Смотри сам, какие у тебя есть критерии, после чего ты решишь уехать. Как и куда лучше уехать из России со знанием английского? Ребят, я не знаю. Что значит, как и куда лучше уехать из России? Жить надо там, где тебе комфортно. Жить надо на той земле, которую ты любишь, чтобы себя комфортно чувствовать. В любой стране со знанием английского ты выживешь, если ты крутой специалист, если у тебя есть мозги. А в какой стране тебе будет комфортно? У каждого свое. Мне комфортно здесь. Будет ли возможность уехать из страны лет через 10, учитывая весь происходящий кошмар, загручивая гаек? Стоит ли вообще, что ты думаешь насчет российского высшего образования? Почему-то каждый второй меня спрашивает про уехать из страны. Я не знаю, ребят, я не знаю. Меня очень действительно настораживает тот факт, что столько вопросов про уехать из страны. Это ненормально. Если вы переживаете, что вам придется уехать. Если вы переживаете насчет того, что могут быть какие-то проблемы. Пожалуйста, готовьте себе запасной аэродром. Запасной аэродром это не счет в швейцарском банке и не квартира в Ницце. Запасной аэродром у вас всегда должен быть в голове. Это ваши знания, это образование, это ваши квалификации. Поэтому учитесь, учитесь, будьте конкурентоспособны. Ваша задача сегодня, лучшее, что сегодня вы можете сделать, это быть конкурентоспособным в мире. Не в России, не в своем городе, в мире. Вы должны быть крутым специалистом. Вы должны хорошо знать английский. Вкладывайте в свое образование. Это будет лучший запасной аэродром. И в любой ситуации, что бы ни случилось, вы всегда будете себя комфортно чувствовать. Даже если случись чего и вы решите уехать из России. Язык, хорошее образование, друзья, какие-то связи, еще что-то. Это все появляется. Вкладывайте в себя. Ваш запасной аэродром он только в голове. Все образование в России построено на том, что ты сам все дома сидишь, учишь, а в университетах приходишь для того, чтобы какой-то Вася... Обучение в вузах стоит 100 тысяч рублей за курс. Слушайте, долгий вопрос, у нас же время заканчивается, не буду читать. Нужно ли россияне высшее образование или все-таки заниматься самообразованием, посещать какие-то тематические... Все, что касается образования, история очень простая. Ваша задача быть конкурентно способным на мировой арене. Вот думайте о том, как. Если вам для этого нужно сидеть целыми днями, смотреть какие-нибудь лекции ТЭД, ну, сидите, смотрите. Если вы можете дистанционно учиться в каком-нибудь американском университете, скачать программу, учитесь. Вам нужно ходить в вуз, да, ходите в вуз. Ваша задача, это не корочка, на корочку всем плевать. Ваша задача, это реально быть конкурентно способным. Как этого добиться, в каждой области свои секреты. Поэтому могу, единственное, что вам пожелать, это быть лучшим в своем деле. И равняйтесь на мир, не смотрите на Россию. Вам нужно быть конкурентно способным в мире, в мире. Хотел бы узнать развитие истории с твоим обещанным Чичваркиным, снять для него ролик в случае нерегистрации Навального. Да, друзья, меня постоянно спрашивают этот ролик. Я Жене Чичваркину пообещал сделать ролик. И мы с ним буквально несколько дней назад говорили по телефону. Он мне сказал, что у него открылся какой-то супер крутой ресторан. И он очень меня ждет. У меня сейчас нет визы. У меня еще нет британской визы. Подготовил документы. Я сейчас срочно делаю британскую визу. Надеюсь, уже в мае полететь и сделать клевый ролик. Кстати, если у вас есть идеи, как этот ролик лучше сделать, какие-то советы в виде стрима, в виде какого-то фильма. Что вообще вы хотите узнать нового про Женя Чичваркина? Это тот человек, который раздал миллионы интервью. Я даже не знаю, что еще. Пишите в комментариях. Может что-то придумаем. Женя Чичваркин меня ждет. Я его тоже очень жду. Скоро к нему поеду. Фильм будет естественно. Я проиграл. Я сделаю фильм. Где обычное видео про покраса? Ребят, оно готово. Оно готово. И я думал его запустить, уже выпустить в пятницу. Но в пятницу на мой канал напали боты. Вы все это знаете. Они начали сливать, скручивать просмотры. Я побоялся выпускать видео с покрасом. Чтобы оно не попало под раздачу. Сейчас вроде боты отстали немножечко. Им там краник прикрутили. Поэтому я думаю, в начале следующей недели видео с покрасом точно выйдет. Я не знаю, что будет первое. Вот это видео, которое делаю сейчас я. Возможно, когда вы смотрите этот ролик, видео про покрас уже есть на канале. Тогда здесь будет подсказка. А может быть и нет. Что лучше, лавочка вокруг дерева без спинки или обычная лавочка, но со спинкой? Ребят, что лучше? Выбери два стула. Лучше лавочка вокруг дерева, но со спинкой. Смотрите, критерий установки лавочки очень простой. Человек должен сидеть на лавочке так, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Безопасно мы себя и комфортно ощущаем, когда со спины нам не угрожает опасность. Именно поэтому в офисе никто не хочет сидеть спиной к двери. Потому что некомфортно. Когда ты не знаешь, что у тебя за спиной происходит, человеку некомфортно. Человеку комфортно спиной сидеть к стене, к дереву, к каким-то кустам, еще к чему-то. И смотреть вперед, чтобы контролировать ситуацию. Это элементарные животные инстинкты. Поэтому лавочку нужно делать так, чтобы со спины человек не чувствовал возможной опасности. Поэтому очень круто делать лавочки вокруг дерева. Много видели такое, наверное, в Европе. Надо делать так. Как насчет Китая и российского леса? Я не знаю, что российский лес везут в Китай. Когда в Смоленск, когда в Тулу, когда в Рязань, когда в Перми и все остальные. Ребят, я на вопросы когда-куда-то не могу отвечать. Потому что мы только про это будем говорить. Поэтому я их сразу все скидываю. Давайте мы когда-когда-когда-куда. У меня довольно плотный график. Я стараюсь везде успеть все объехать. Пока в планах Смоленска нет. Но, надеюсь, скоро будет. Что ты сделал хорош помимо обозначения проблем? Вау! А что ты сделал для хип-хопа, чувак? Сейчас, Алексей Рощин, я подготовлю перед вами отчет. Много чего я сделал хорошего. Но давайте я сейчас не буду перед вами хвастаться, не хвастаться. Мне кажется, каждый должен следить за собой, что он делает хорошего. И не делать тех вещей, за которые вам будет стыдно. У меня, к счастью, наверное, в жизни нет того, за что мне сегодня стыдно. И это хорошо. Нужно жить по совести и в гармонии с собой не совершать хуй. И это ли не прекрасно, Алексей? Ты студент и живешь в небольшом провинциальном городке, который хочешь как-то улучшить. Что делать? Делать, проявлять активность, объединяться. Любые действия начинают с объединения. Ищите единомышленников, следите за тем, что происходит. Участвуйте в жизни города, идите в политику. И через это происходят все изменения. По-другому не получается. Привет, я проектировщик дорог и поддерживаю твои ролики и посты. Сама много интересуюсь урбанистикой. Но даже в рамках маленькой организации очень тяжело продвинуть новое. Все, что интересует инженеров, это быстрее выпустить документацию, заработать денег. Я хочу изменить мир вокруг. Расскажи, как в Москве удалось сдвинуть все с мертвой точки, запустить проект «Моя улица». А то я не понимаю, с чего начать. В Питере мало урбанистов. Урбанистов много проблем в общественном запросе. То есть, история «Моя улица» — это история политическая. Просто пришли пиарщики Сергея Семеновича Савянина. Сказали, что Сергей Семенович, народ хочет ходить, надо менять приоритеты в городе. Пора делать хорошее общественное пространство. И люди оценят. И он запустил эту программу и начал это делать. Пригласил хороших ребят. Руководила основными проектами «Стрелка», которые не первый год, а последующие годы. Самые крупные проекты руководила «Стрелка». Пригласили иностранных архитекторов. Практически все самые главные команды, которые в мире занимаются общественными пространствами, они поучаствовали на разных проектах в Москве. И многие штуки получились действительно круто. Но для этого нужно сформировать общественный запрос. И тогда, возможно, чиновники этот общественный запрос будут удовлетворять. А по-другому никак. Все через общественный запрос, то, чем я и занимаюсь. Друзья, поэтому распространяйте ролики, подписывайтесь на этот канал, рекомендуйте его другим. Потому что я стараюсь говорить какие-то правильные вещи, чтобы люди меняли свое отношение к городу. Если у России будущее, смотришь на это все вокруг, кроме чувства безысходности ничего не возникает. Все чиновники без исключения воруют и думают исключительно о себе. Полиция, являясь частью народа, этот же народ нещадно насилует ради палок и бабла. Города уродуют и разрушают. Что нам остается после этой саранчи? Как получилось так, что не самый глупый народ терпит такую грязь у себя на шее? Я бы не был так радикален. На самом деле, любая власть, особенно люди, которые пытаются власть узурпировать. Первое, что нужно сделать, это убедить вас, что поменять эту власть нельзя. Чтобы вы опустили руки, чтобы вы ничего не делали. Чтобы вы на все забили, чтобы вы совсем смирились. Это в методичке любого диктатора. Я не говорю сейчас про Россию, возьмите любую страну. Первое, что нужно сделать, это объяснить народу, что лучше быть не может. Не дай бог, если не Путин, то кто? Если не этот, то что делать? Поэтому нельзя опускать руки. Это самое плохое, что может с вами случиться в любой ситуации. В какой стране бы вы ни жили, в каком городе бы вы ни жили, это опустить руки, это смириться, это понять, что сделать ничего нельзя. Как показывает история, во-первых, нет дна и то, что он кажется дном. Там еще снизу много-много-много места. И, конечно, не бывает тупиковых ситуаций. Из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций народы, страны. Они выходили, они эволюционировали. Я уверен, что у России светлое будущее. Потому что, несмотря ни на что, я езжу много по регионам, я общаюсь с людьми. Я вижу, сколько энергии, сколько желания жить достойно у наших людей. Поэтому, я уверен, все получится и все будет хорошо. Как оставаться позитивным, когда вокруг разруха, как не терять мотивацию к развитию, где искать живя в России? Вот что лично меня вдохновляет, попробуйте делать какие-то небольшие, что в ваших силах небольшие изменения. Даже если у вас получится убрать незаконную парковку, если у вас получится сделать какой-нибудь маленький нормальный газон, вы поймете, что в ваших силах навести порядок. Пусть в своем подъезде. То есть, вот эти маленькие дела, маленькие улучшения в своем дворе, в своем подъезде, вокруг себя, в своем городе. Они дают лично мне огромную мотивацию, что еще не все, что нужно шевелиться, нужно что-то делать. Вы увидите, что куча людей будет вам благодарны. Вы увидите, какая отдача потрясающая идет во всех округах. Потому что есть запрос на комфортную жизнь, на хорошие, удобные, безопасные города. И вы должны что-то делать, чтобы это светлое будущее приближалось. Как только вы начнете крутить педали, вы увидите, что вы едете, что вы не завалитесь, не падаете. Это будет самый главный кайф, который будет двигать вас вперед. Личные видения будущего лет через пять. Будущее смотря в какой сфере. Я вижу, если брать урбанистику города, я вижу начало крупной урбанистической революции. Я думаю, у нас наконец-таки сейчас переломится ситуация с массовой жилой застройкой. Потому что то, что происходит, это последние годы уже доживает. Это варварство, это многоэтажное гетто. И с последних сил их пытаются еще где-то впихнуть. Но мы стоим уже на грани. Когда ситуация изменится, я думаю, начнут строить другое жилье. В плане интернета, технологий, я думаю, нас тоже ждет много сюрпризов. Особенно будет остро стоять вопрос цензуры. Сейчас не только Россия, но и другие страны. Они сталкиваются с цензурой, с ограничением распространения информации. И все правительства, будь то США, Европа или Россия, они сегодня осознали силу соцсетей, силу технологий. И они понимают, что они это не контролируют. Поэтому, я думаю, в ближайшие пять лет мы увидим такую борьбу интернета с государством. Не в России, а вообще во всем мире. Не раз еще условный Марк Сукерберг будет стоять перед Конгрессом и объясняться. Не раз еще Роскомнадзор будет что-то блокировать. Посмотрим, куда это выплывет. Это будет интересно. Точно могу сказать, что через пять лет мир будет кардинально другим. И это интересно. Что ждет страну в ближайшие пять лет в экономическом плане? В плане доходов граждан, рост цен и так далее. Я думаю, ничего хорошего не ждет. Потому что конца конфронтации с Западом не видно. Я думаю, будет усиление санкций. Будет гонка вооружений. Будет много всяких внешних факторов, на которые нам придется тратить деньги. Будь то война, будь то борьба с Западом. Естественно, все это за счет кармана простых людей. Поэтому придется потуже затянуть пояса. Я думаю, здесь я вам Америки не открыл. Вы так все понимаете. Вопрос про выгул собак. Личное мнение, как это реализовано за границей? Что можно предпринять? Можно предпринять то, что должны быть специализированные площадки для выгула собак. У нас нет, у нас нет культуры выгула собак. У нас не привыкли люди убирать своими питомцами. Это большая проблема. Что надо делать? Собачниками засрали весь город, нет наборников и платков. Уже изначально законодательство. Люди должны все ответить за свои собаки, за своих собак. К сожалению, у нас многие безответственно относятся. Они не считают, что за ними нужно убирать. Они не считают, что их нужно как-то воспитывать. Ну что... Нужно уже источать законодательство. Скажи, пожалуйста, если появятся льготные кредитования на малолитражки и вообще маленькие хэтчбек-класса будут в приоритете у людей, как в Европе? Не знаю, мне вот автомобильный рынок в этом плане не очень интересен, поэтому ничего сказать не могу. Когда последний раз тебе пришлось сильно нервничать, то я вообще не нервничаю. Зачем? Нервничать это плохо. Чем закончилась история с двойным обливанием зеленкой, когда вы привыкли к ответственности? Ничем не закончилось. Я считаю, что полиция в Ставрополе коррумпирована застройщиком. Что люди, организовавшие нападение на меня из компании «Югстроинвест», они не понесли наказание. Известны все их имена. Полностью раскрыта вся схема нападения, есть фотографии, есть имена, кто нападал. Никто к ответственности не привлечен. Там нескольких человек они на двое суток посадили и на 500 рублей штрафовали. В настоящий момент один из крупнейших застройщиков России «Югстроинвест» контролирует в том числе и органы правопорядка в Ставрополе. С этим сложно что-то сделать. У меня складывается такое впечатление. Мы, конечно, не можем их обвинять, но если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка и есть. Получилось ли у тебя со своими роликами по Россию влиять на благосостояние в наших городах? Если да, то где и что сделали? Ребята, смотрите в моем блоге, в описании к видео ссылочка будет «Реакция». Там подробно написано, как и что реагируют чиновники. Просто сейчас перечислять все, не хватит времени. Реакция есть, конечно же, да. Как отношусь к Тёме Лебедеву, отношусь очень круто. Мы с ним общаемся, дружим. Надеюсь, может, в ближайшее время вместе опять поедем. По раз мы с ним вместе путешествовали. Считаю, что Тёма Лебедев один из самых крутых наших современников. Поэтому... Тёме... Всё, ребята, мне кажется, я уже ответил на очень много вопросов. Значит... Надеюсь, было интересно. Пишите в комментариях новые вопросы. Ставьте лайк из такой формат. Я могу делать, в принципе, раз в неделю. Или делать стрим, напишите. Можно делать стрим раз в неделю, отвечать на вопросы. Могу делать такой вот видеоролик, где буду через сообщество с вами общаться. Пишите, как вам удобнее. Может, вообще, это ерунда полная и вам не интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Колокольчик, делитесь этим видео. Всем пока. Обнимаю. Хорошо вам отдохнуть на эти прекрасные майские праздники. Пока-пока.